Сегодня 29 сентября 2020 года. Меня зовут Гульзипаджио Керова. 23 сентября перед митингами я ушла из дома, потому что у меня ребёнок приболел, кашлял сильно, была температура. И я знала, что ко мне придёт полиция, и заберут меня на целый день в ДВД. И чтобы не оставлять своего ребёнка в таком состоянии, я вместе с ним ушла из дома к своим знакомым за городом. В общем, 24 сентября, 25 и по сегодняшний день к арендодателю, где я снимала жильё, приходили полицейские, оказывали давление. И сегодня я узнала, что арендодатель отказывает мне в жилье. Иногда из-за действий полицейских два раза в месяц мне приходится менять жильё. Я с ребёнком. Это очень влияет на психику моего ребёнка. Это влияет на моё внутреннее состояние. Действия полицейских незаконные. Я действую по... как бы не нарушаю статьи Конституции, митинги и пикеты. Это моё гражданское право. По нашей Конституции я имею право выходить на митинги и пикеты. Конституционные права мои нарушают полицейские и сотрудники Комитета национальной безопасности. Полицейские 22 августа у меня изъяли все мои мобильные устройства, вплоть до кнопочного телефона. Теперь они сами виноваты, что не могут меня найти, не могут до меня дозвониться. Действия полицейских неадекватные. На звонки я всегда отвечала, когда мне звонили. Сегодня я опять оказалась на улице. Нам надо возвращаться домой, но некуда. Хозяйка замок поменяла. По телефону она мне сказала, чтобы я выехала с этой квартиры. Вот. Ну, завтра придётся собирать вещи, но увезти их некуда. Я прошу наше гражданское общество оказать мне поддержку. В аренде нового жилья. Вот я пыталась устроиться на работу, но опять же пришлось уйти из-за преследования. Ну, вот сейчас я в таком очень трудном положении. Так, а ты домой. Я у себя от пести. Ну, я считаю, что действия полицейских незаконные. Они нарушают мои гражданские права и права моего ребёнка. Я требую, чтобы прекратили преследование гражданских активистов и освободили политических заключённых. Аллах, Казахстан. Аллах, Казахстан. Вот. Аллах, Казахстан.